И снова здравствуйте дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами по-прежнему я Алексей, и мы продолжаем вспоминать все игры серии 18 стальных колес. Сегодня, друзья, у нас с вами, наверное, самая непонятная, самая неоцененная вообще игра из этой серии 18 стальных колес Convoy. В общем-то, основной целью и сутью этой игры, помимо того, что, естественно, мы садимся за руль грузовика, перевозим грузы, развиваем свою компанию и так далее и тому подобное, здесь мы зачем-то по какой-то непонятной причине становимся с машинами в конвой и, в общем-то, вместе с этим конвоем идем по дороге. В чем смысл? Просто непонятно. И зачем было посвящать аж вот целое название игры и целую серию посвящать этой фиче, понятия не имеем. Но, тем не менее, друзья, все равно она заняла свое место в сердце у определенных игроков и нужно обязательно эту игру осветить. Итак, что, в общем-то, у нас по автопарку? Давайте посмотрим, вообще отличается ли он как-то от прошлой серии или-или-или-или-или нет. Так, ну, первый у нас идет Frisk, то есть это, по всей видимости, Freightliner и в прошлом видео, скорее всего, опять же, это у нас был Freightliner. Дальше у нас идет Frisk Classic. Ну, соответственно, вы понимаете, что это за машина. Дальше у нас идет Freightliner Columbia. Дальше у нас идет, опять же, Columbia, но уже с такой, с низкой крышей. Далее у нас идет Coronado. Ну, наверное, самая похожая машина вообще, которая здесь есть. Дальше у нас идет Argosy. Далее у нас идет Century. Freightliner'ов достаточно много. Interpit, это значит International. Вот эта машина нам дается, если я не ошибаюсь, на старте. Ну, это просто печаль какая-то. Вот эта машина олицетворения всей игры. Это печаль, уныние и полный беспросветный пиздец. Вот по-другому просто-напросто это не выразить. Дальше у нас идет 8600. Какой-то Interpit. Просто какая-то хрень вообще, а не International. Далее, ну, уже что-то похоже на International. Далее, что у нас там за машина? Eagle. Ух ты, ну, вот это, конечно, да, это уже круто. Это уже здорово. Дальше у нас идет 9400. Далее 9900. Вот такой вот замечательный International. Дальше у нас пошли Kenworth. Это у нас, соответственно, T2000. Это T600-очка у нас идет. Тоже достаточно неплохо смотрится. Три фары у нее прям, точнее, три линзы в оптике. 800-ый Kenworth. Тоже неплохо. 900-ка. Полностью перекочевала из прошлой части. Абсолютно такая же. Metalhost. Это у нас, получается, маг. Маков тут тоже достаточно много. Опять же, очень здорово. А это, по-моему, кстати, первая игра, где можно было кататься вот на такой вот интересной спецтехнике. Я абсолютно не понимаю, нахера она вообще такая нужна, но факт остается фактом. На нем можно ездить. Дальше у нас пошел Peterbilt. Это 350. Какой у нас первый? Дальше у нас идет 357-й. Дальше 362-й бескапотничек. 379-й. Дальше идет 385-й. То есть, ну, опять же, какой-то вроде Daycap. Непонятно что. В общем, печаль полная. 387-й нам всем знакомы. Дальше у нас идет Sterling. Дальше это у нас идет Вольвочка наша замечательная. Это у нас что такое? Это, по всей видимости, Western Star. Наверное. Не знаю. Опять же, какой-то непонятный грузовик. Вообще, с какой целью, зачем он был сюда добавлен, абсолютно мне не ясно. Ну и еще один у нас, как и понимаем, Western Star. По трейлерам, в принципе, ситуация ровно такая же. Все абсолютно то же самое, что было у нас в прошлой части серии. Все то же самое перекочевало сюда. Такая, знаете, преемственность у них семейная идет. И все, что было добавлено в прошлое, появляется в новой. Ну, даже, собственно, CarHuller trailer, он вообще никоим образом не обновился. Поэтому смотреть дальше я смысла это все дело не вижу. Так, давайте начнем новую игру. Вас приветствует игра 18 стальных колес. Конвой. Окей. Здравствуйте, я Хизер, офис-менеджер вашей компании. Я помогу вам осваиваться с игрой. Перевод, конечно, такой просто топовый. А если вы играете в первый раз, начните на учебном режиме. Это займет всего лишь пару минут. Начните обучение с нажатия кнопки Enter, когда машина встанет на желтый индикатор задания. Так, понятно, это у нас идет учебный режим. В принципе, запускаем двигатель. Отлично. Уродская опять эта камера, блин. Нажмите ИПСы. Я понял. Ну, поехали, ИПСы, блин. Появился у нас тогда, как вы помните, да, вот этот вот аналог DLC кабин. Еще в 2005 году. Когда это в ЕТС-то добавили, я что-то уже не помню, в каком году это появилось. Отлично. Что отлично? О, это же, по-моему, кстати, первая игра, где появились отражения в зеркалах. Какая хер поймешь, куда ехать вообще, если честно. А, в ту точку, видимо. Управление вот это ватное, 18 вилов стил серии осталось. Зато тут можно бочки двигать. Так, нам эта бочка помешает. Давайте мы ее сейчас отсюда уберем. Возьмем, допустим, камеру смешки. Печальная такая машина, но вот реально я водила. Такой мексиканец у нас там сидит. Неплохо. Неплохо остановился. Все хорошо. Так, теперь нам нужно зацепить трейлер. А где трейлер-то? А, вон он. Тут мы, кстати, да, у нас такая, типа, видите, навигатор появился, мини-карта такая, достаточно интересная. То есть, в принципе, в принципе, по интерфейсу здесь было прикольно на то время. Все что-то шевелится, все куда-то, что-то это самое. Ну, интересно, интересно. Всех водителей на карте видно. То есть, пожалуйста, они там что-то катаются, разговаривают друг с дружкой. Но рации здесь, по-моему, уже в этой части не было. Камера меняется на буковку С. То есть, вот это прикольно на самом деле. То есть, все камеры можно в случае чего просто взять и перебрать. Отлично. Так, ну, теперь нам нужно припарковать обратно трейлер. Собственно, в принципе, здесь это все очень просто. Без каких-либо проблемосов. Ну, и здесь, в принципе, вся разгрузка в этом была заключена. То есть, чтобы просто взять, поставить трейлер, хотя бы вот на тот маркер, не обязательно ровно. Просто на тот маркер его загнать и все, и дело с концом. Что называется. Так, зеленые точки изображает компания, предлагающая обычный груз. Эти точки никогда не исчезают. Можете заезжать, понятно. Желтые точки это особое задание, особый груз это понятно. Ну, и, соответственно, да, у нас там и разные деньги, они разные по времени и т.д. и т.п. Точки по заправкам это все понятно. Бизнес тоже понятно. Это, в принципе, тоже понятно. Так, ну что, вот, в принципе, и все, ребятки. То есть, у нас дается нам свобода действий полная. То есть, в принципе, все, что мы захотим, мы с вами делаем. Можем, в принципе, взять вот даже какой-то тут особый груз, можно сказать. Да, это прям вот такой вот ролик в стиле, вот, да, до сих пор, чувствуете? Вот еще и 18, ой, 18 стальных колес, как это все появилось. Так это и в Американ траке, и в Евротраке, так до сих пор это все и сохраняется. Куда, типа, приехать надо, что нужно доставить. Вот эти вот пролеты, налеты камеры, вот эти абсолютно неуместные. Есть такое, да. Ну, давай попробуем. Звуки, конечно, пиздос какие громкие. С внешки, по-моему, тише ездить. Хром тут, кстати, такой, смотрите, нормальный, с отражениями уже появился. Прям, ну, она была, конечно, прорывной вот в плане каких-то механик. Многие ее не отоценили. Карта, собственно говоря, все очень-очень просто. Прям, реально, очень просто. Все масштабируется, прям, вот, можно сказать, у нас на глазах. Нам здесь нужно повернуть направо. Блин, врезался. Ха-ха-ха. Не, пацаны, я просто не могу уже слушать, на самом деле, вот это все. Давайте мы зайдем, это все сделаем потише. Вот это меню, конечно, ублюдское абсолютно, которое здесь было добавлено. Во, ну, это хотя бы хоть как-то потише. Привет! Хе-хе. Все нам сигналят, что-то куда-то что-то делается, шевелится. В общем-то, да, вот, в плане, действительно, того, сколько нового потом, впоследствии, эта игра дала и, в том числе, и ТС, и АТС, и будущим играм, которые выходили под знаменами 18 колес. То есть, это, по-моему, реально, это первая игра, в которой появились отражения в зеркалах. То есть, полноценная, реально. То есть, ты все видишь, у тебя там машина, грубо говоря, там, да, трейлер твой видно, других игроков видно. Нет у тебя необходимости включать вот на F2 вот это говно. Плюс ко всему, они здесь, если я не ошибаюсь, даже вообще полностью были выключены. То есть, вот это прям, ну, просто топчик какой-то. Мы, кстати, с вами в Сан-Франциско подъезжаем, мост такой здесь огромный, прям, вот, в этом плане, конечно, все круто и здорово. Дворнички, то есть, опять же, вот, нам сразу дождик, все это включается, все это работает. То есть, ну, прям красота. Тишь, бладь, бладь, блять, ну, вы поняли. Тишь на благодать, короче говоря. Вот эти анимированные предметы, да, то есть, ну, это своего рода, как бы, реально прототип того, что мы сейчас видим с вами в DLC кабинах. Sorry, вот реально. Так, ну, кстати, идет какой-то штемп впереди. Сейчас мы попробуем к нему подклеиться в конвой. Я уж не помню, как тут в конвой вставать надо. Типа, мол, вот один раз с ним посигналились. Или три раза. Я не помню, какая тут должна быть периодичность по сигналам. Что тут можно конвой, короче, разрушить. Ну, вот и все. И мы, в принципе, вот, собираемся в конвой и едем. Все. В чем смысл? Я вообще не понимал на то время. Я не понимаю сейчас. То есть, как-то, может быть, они действительно хотели что-то новое для своей игры придумать. Что-то новое для мира этих симуляторов придумать. Но, по факту, все обошлось только чем. Вот этой мини-карты замечательные в левом углу. То есть, обычная карта у нас осталась, конечно. Ох, ебать! Вот это звуки. Пацаны, я очень сильно извиняюсь. Ну, давайте тогда, ребят, закончим мы видос. Вот просто тогда на карте, потому что там что-то с дождем стало. Он очень начал шуметь. В общем, по карте, да, у нас США. Городов, по-моему, осталось абсолютно такое же самое количество, которое и было. То есть, здесь и весовые, и перевесы. Все это здесь было. Ну, вообще, игра, да, реально, повторюсь еще раз, она какая-то непринятая, непонятная осталась. Но, достаточно много новшеств и интересностей отсюда перекочевали уже именно в следующую серию игры. Это Хаулин. Я считаю эту игру, ну, без привлечения, легендарной игрой. Потому что она до сих пор дает защику Американ Траку и Евротрак Симулятор 2. Во многих вещах. Ну, а в этом мы с вами убедимся уже в следующем ролике. Через неделю, следующее воскресенье, когда мы с вами на этот Хаулин, собственно говоря, и будем смотреть. В общем, ребятки, чтобы не пропустить это видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Также ставьте лайк под это видео. Ну, и пишите комментарий, как вам вообще игрушка, какие она у вас эмоции вызвала, когда вы ее купили, там, не знаю, либо скачали где-то на торрентах. Ну, и все, друзья. Пока-пока. Увидимся.